Главный храм Биробиджанской епархии обретет в своем облике завершенность. Художники-реставраторы из города Серпухово принялись за работы по росписи стен Благовещенского кафедрального собора города Биробиджана. Такой подарок был сделан в год десятилетнего юбилея епархии. Молеби на начало доброго дела совершил епископ биробиджанский и кульдурский Иосиф. Только спустя семь лет появилась возможность начать роспись главного собора еврейской автономной области. И это стало действительно большим и долгожданным событием для верующих области, тем более в юбилейный для епархии год. Такой подарок преподнесли столичные благотворители. Московская компания «Транснефть» выделила для этой цели полтора миллиона рублей и обещает дальнейшее финансирование работ по росписи храма. И вот мы решили начать роспись с алтаря нашего храма. Для работ были привлечены мастера из города Серпухова под руководством художника-реставратора первой категории Светланы Николаевны Артемьевой. За плечами художницы большой опыт. Роспись и реставрация около 30 храмов, расположенных в Москве, Серпухове и других городах России. С биробиджанской епархией художницу связывает давнее теплое и плодотворное сотрудничество. Той же командой специалистов год назад был расписан храм во имя святых мучениц Веры Надежды Любови и Матери Ихсофии в селе Волгеем. Затем первая в области православная часовня в Сквере Победы и часовня во имя всех святых на городском кладбище. В кафедральном соборе благоукрашение началось традиционно с алтаря. Краски в росписи будут применяться фасадные финского производства. Как показал многолетний опыт Светланы Николаевны, они достаточно стойкие к выцветанию, истиранию, к перепадам температур и выдерживают множество промывок. Краски на водной основе, поэтому стараемся как можно быстрее расписать, чтобы краски не испортились. Мы их в тепле содержим, потому что они не выносят заморозки. Мы создаем колера и используем их, допустим, синяя одежда. Сразу пишем все синие одежды, допустим, то, что мы отрисовали. Почему вот так вот? В принципе, можно позволить эту работу выполнить быстро. Вместе с тем художники создают эскизы, так называемые картограммы в черно-белом изображении. Затем, учитывая определенный масштаб, рисунки перенесут на стены. Темы изображений были заранее согласованы с владыкой Иосифом. По традиции стены алтаря будут украшать Тайное вечеря, Воскресение Христова, Сошествие Святого Духа, Вознесение Господне и Благовещение. На своде будет изображена Святая Троица. Будут размещены также и лики святителей. Объединят композиции и орнаменты. В целом, роспись будет выполнена в древнерусском стиле. Образцы мы стараемся писать в стиле Андрея Рублева. Русская школа живописи, московская, Андрей Рублев. Раскалировка цветов тоже, в общем-то, стараемся сделать как можно больше, из такого золотистого цвета. Небо будет вызолоченное, будет тут золото присутствовать в росписи. Роспись собора – это, можно сказать, проповедь в красках. И люди, которые приезжают в кафедральный собор, всегда интересуются, когда же он будет расписан. Приступить к этому многотрудному, сложному делу у нас не представлялось возможности. И сегодня, в юбилейный год, для нас это действительно большой, огромный подарок высокой важности и значимости. Мы очень надеемся, что те работы, которые сегодня уже ведутся в кафедральном соборе по росписи алтаря, будут продолжены. И, в конце концов, результатом этой большой и сложной работы будет благоукрашенный, наверное, самый красивый храм на Дальнем Востоке.